Лук Есть сорта ранние и поздние. Некоторые хранятся долго, а некоторые не очень долго. В зависимости от сорта, лук бывает очень разной формы, цвета и вкуса. Опыление. Соцветие лука представляет собой зонтик, состоящий из мелких, обоеполых цветков, на длинных цветоножках, по отдельности стерильных. То есть им нужны насекомые для опыления. Это значит, что лук – аллогамное растение. Поэтому существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными сортами. Чтобы избежать межсортовых нежелательных скрещиваний, два сорта лука не следует сажать ближе, чем один километр друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 200 метров, если между ними существует такой естественный барьер, как живая изгородь. Так же можно практиковать сортовую изоляцию с помощью противомоскитных сеток. Вы можете накрывать один сорт временной сеткой и поставить внутрь улей с пчелами. Или вы можете накрывать два сорта различными сетками, открывать одну, а вторую оставлять закрытой на один день и наоборот на следующий день. К этой технике мы будем ссылаться в блоке о механической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Лук, предназначенный для производства семян, выращивается также, как и лук для зимнего хранения. Лук дает семена только на второй год культивирования. Для выращивания семенного растения лука лучше сначала высеять семена, а затем пересадить растения, не используя луковицы, склонные цвести слишком рано в течение сезона. Лук, зацветший в первый год выращивания, надо выбросить. Растения из этих семян лука будут иметь тенденцию впоследствии рано цвести. Чтобы сформировать луковицу в первый год выращивания, репчатому луку нужно сочетание высоких температур и долгих дней. Лук должен быть собран, когда луковица хорошо сформирована. Чтобы убедиться, что вы можете высадить 15-20 луковиц весной, храните ориентировочно от 20 до 30 штук предварительной осенью, поскольку в течение зимы часто бывают потери. Отбирайте луковицы в соответствии с характеристиками сорта, формой, цветом и размером. Они также должны быть здоровыми и иметь хорошую, неповрежденную шелуху. Устраните неоднородные двойные и множественные луковицы. Дайте луковицам высохнуть в течение 10-12 дней в теплом и хорошо проветриваемом месте. Будьте осторожны, чтобы не повредить луковицы, так как это может привести к их гниению зимой. Чтобы сохранить луковицы зимой, их хранят в хорошо проветриваемом и холодном помещении. Зимой регулярно проверяйте и устраняйте поврежденные луковицы. Каждый сорт имеет свою собственную продолжительность фазы покоя. Некоторые длиннее, чем другие, но для всех она завершается при температуре плюс 12 градусов по Цельсию. В начале следующей весны луковицы выбранного сорта высадите в грунте не слишком глубоко, на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. КОНЕЦ 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 Появятся от одного до трёх цветочных стеблей высотой до одного метра или более. Чтобы не опрокинуться, им нужно иметь опору. Отдельные цветки зонтичного соцветия лука цветут в течение четырёх недель. Общая продолжительность от цветения соцветий до созревания семян очень велика. Семена созревают, когда коробочки, сменившие цветки, высыхают, раскрывая семена чёрного цвета. Чтобы собрать семена, обрежьте зонтики с верхней частью стебля. Поместите их в мешок из ткани и дайте им высохнуть в тёплом вентилируемом месте. В холодных и влажных регионах, чтобы предотвратить падение семян на землю под воздействием ветра или дождя, вы можете собрать урожай до созревания и дать растениям созреть в сухом месте. Извлечение, сортировка и хранение семян Для извлечения семян потрите соцветия вручную или раздавите коробочки с помощью скалки. Для сортировки используют мелкое сито, которое удержит семена и удалит пыль. Затем семена провейте для устранения мелких отходов. Для этого можно пересыпать их по ветру, дуть на них перед собой или использовать небольшой вентилятор. Потом залейте семена холодной водой и перемешайте. Более тяжелые, плодоносные семена упадут на дно емкости. Удалите пустые, неоплодотворенные семена и отходы, оставшиеся на поверхности. Высушите хорошие семена на тарелке. После полного высыхания они будут сыпаться, как песок. Всегда помещайте в пакет-этикетку с названием сорта, вида и года производства, потому что иногда надпись на пакете может стереться. Сохраняйте семена на протяжении нескольких дней в морозильной камере, чтобы устранить личинки паразитов. Семена лука имеют всхожесть 2 года. Иногда ее можно продлить до 4-5 лет. Постоянное хранение в морозильной камере семян, которые очень быстро приходят в негодность, продлевает схожесть. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok